Здравствуйте! В прямом эфире новости Прима. В студии Антон Попов. Сегодня четверг, 17 ноября. Прямо сейчас о главных событиях дня. Краевой стройнадзор не продлил лицензию крупнейшей управляющей компании города ЖСК и муниципальной компании Красноярская. Что делать жильцам? Среди красноярской молодежи эпидемия курения электронных сигарет. Что говорят об этом врачи-пульмонологи? Почему электронки продают детям? Об этом специальный репортаж Алексея Кривогорницына запарили. Снова самовольная стройка в Красноярске. На Копылово появились капитальные ларьки. В мэрии говорят, что разрешения не давали. Судостроительную засыпает пенопластом, а на Красной Армии автомобилисты теперь ездят по встречной. Об этом в дежурной группе. Краевой стройнадзор не продлил лицензию крупнейшей управляющей компании города ЖСК и муниципальной компании Красноярская. Красноярская. Масштаб последствий этого решения в теории может быть катастрофичным. Прежде всего для самих жителей. ЖСК сейчас обслуживает 35% жилищного фонда. Это почти 2000 многоквартирных домов. На балансе муниципальной компании более 230 домов. В УК ЖСК нам заявили, что пока к ним никакое уведомление от стройнадзора не приходило и комментировать ситуацию рано. Известно, что одно из возможных нарушений ЖСК в том, что компания не разместила информацию о себе в системе ГИС ЖКХ. Действие нынешней лицензии заканчивается 17 января. 11 января ЖСК и МУК Красноярская оказались не единственными, кто может перестать управлять домами. В списке стройнадзора на непродление несколько десятков компаний по краю. Во многих случаях нарушения носят формальный характер. Чтобы дать возможность их устранить и избежать жилищного коллапса, Госдума сейчас рассматривает законопроект, говорят эксперты. Важно помнить, что Государственная Дума Российской Федерации в трех чтениях принят законопроект, по которому сроки продления лицензии увеличиваются до середины 2023 года. У всех лицензиатов появится возможность устранить все имевшие место нарушения. И, как следствие, повторно подать документы. Если жители опасаются, что их многоквартирный дом останется без лицензии, в этом случае необходимо уже сейчас начать подыскивать другую управляющую организацию. Получается, паниковать уж слишком сильно сейчас рано. Но, тем не менее, сейчас с нами на прямой связи Светлана Тружкова, руководитель пресс-службы Департамента городского хозяйства, администрации города. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, какие нарушения стройнадзор нашел у муниципальной компании? Вы знаете, я в первую очередь хотела бы призвать жителей города не впадать ни в какую панику, сейчас не бежать, ничего делать. Ситуация будет под контролем в любом случае. Все управление домами останется. В любом случае жителей никто не бросит, дома никто не бросит. Это вот главная мысль, которую сейчас должны усвоить жители города Красноярска. Дальше будем разбираться. Значит, во-первых, существует абсолютно понятный законный порядок, если с управляющей компанией что-нибудь случается, что делают дальше. Во-первых, в любой момент, в принципе, жители могут выбрать другую управляющую организацию, собравшись на общее собрание. Это и без всякого лишения лицензии они могут сделать в любой момент. Если они по каким-то причинам этого сделать не смогут, значит подключатся районная администрация, объявят конкурс и найдут по конкурсу управляющую организацию другую. То есть здесь паниковать не нужно. По закону в любом случае управляющая организация будет управлять домами до той поры, пока ее не сменят тем или иным образом. Ну, давайте, сейчас мы узнали, что, скорее всего, до середины лета точно менять управляющие компании, забирать у них лицензии никто не будет. Но все же, в чем нарушение МУК Красноярска? Они тоже какие-то формальные, связанные с документом или с чем? С документами? По МУК Красноярска сейчас тоже в ситуации будем разбираться. Официальные уведомления я, например, не видела, да, поэтому какая-то формулировка я не знаю. Одно могу сказать, что МУК Красноярска за последний год абсолютно все свои обязательства, например, по подготовке к отопительному сезону домов, они исполнили в полном объеме. Они, все нарушения, которые при подготовке к предыдущему отопительному периоду были у них выявлены, по поверхе счетчиков, например, тоже все исправлены. Компания развивается, новые направления в прошлом году они освоили в этом сезоне. Поэтому сегодня руководитель был новый, представлен коллективу. Туда идет очень опытный человек, это Тарас Георгиевич Метляев. Он очень долго работает уже в сфере ЖКХ и в сфере управления. И сейчас, конечно, вместе будем разбираться, какие недостатки, недосчеты, чтобы все это исправлять. Да, Светлана, спасибо большое. С нами на связи была Светлана Тружкова, пресс-секретарь Департамента городского хозяйства. Ну и понятно, что муниципальную компанию заменить быстро сложно. Она обслуживает такой не самый простой жилищный фонд в Красноярске, который частные компании. Вряд ли захотят себе забрать так легко. К другим темам. В Канске сегодня рано утром произошел крупный пожар. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось только через 8 часов. О пожаре в нежилом здании сообщили очевидцы в половине седьмого утра. Чтобы не дать огню перекинуться на соседние постройки, на место выехали 40 человек и 13 пожарных машин. Тушение ослужняла конструкция. Большая часть крыши давно провалилась, а внутри все было завалено. Так, к трем часам пожар удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Еще одно ЧП. Подросток угнал автомобиль, а его владельца застрелил. Трагедия случилась 11 ноября на территории Свердловского района в СНТ «Звездочка». Пьяный 16-летний школьник по пути на семейную дачу залез к соседу в дом. Украл охотничье ружье и патроны. У другого соседа он решил угнать автомобиль. Разбил боковое стекло. Навстречу ему вышел владелец авто. Подросток выстрелил в него не менее шести раз. Парень попал в живот, ногу, поясницу, спину. Затем завел машину и уехал. Стрелка задержали. Но и сейчас он в СИЗО. Бетонные блоки УТЦ «Апельсин» заметили жители Октябрьского и Железнодорожного районов. То ли гаражи, то ли будущие павильоны теперь упираются забором прямо в автобусную остановку. Оказалось, администрация города не выдавала разрешение на строительство таинственного объекта. Анастасия Цыганова побывала на месте, поговорила с красноярцами и попыталась добавить красок в это серое бетонное пятно. Хоть как-то пытаемся повысить эстетическую ценность этого гробостроения бетонного в районе улицы Коплова УТЦ «Апельсин». Клеим сюда интерпретацию знаменитой картины Сальвадора Дали. Так что, экоактивисты, можете сюда приходить обливать этот забор гороховым супом. А мы приглашаем на место пушистого контролера из администрации Кошку Лилю. Потому что по всем признакам это незаконные павильоны, которые уже раздражают красноярцев. На бетонном каркасе нет ни информационной таблички, ни паспорта объекта. Что вырастает недалеко от памятника 200-летия Енисейской губернии, остается только фантазировать. Если павильон цветовый будет, почему бы и нет? О таинственных блоках знают в департаменте градостроительства. Говорят, судя по типу постройки, вещь будет капитальная. Разрешение на строительство этих объектов не выдавалось. То есть они возводятся самовольно. Наши коллеги из ДМИЗО запланировали выезд на эту территорию для составления соответствующего акта. С 2020 года, судя по данным Росреестра, участок, на котором стоит и торговый центр, и так тесно прилегающая к остановке стройка, принадлежит красноярскому мебельному предпринимателю Денису Плесевичу. Известно, что мужчина в бизнесе давно, с конца 90-х, является основателем красноярской мебельной компании. А с 2011-го его ИП занимается недвижимостью. На наш звонок владелец земли ответил, но от комментариев отказался. А мы всего-то хотели узнать, какие у него планы. Сейчас мэрия Красноярска хочет судиться из-за незаконной стройки. Огрожане вопрошают, почему у них снова не спросили, нужны ли им вообще павильоны возле общественной остановки. Мне кажется, достаточно вот этого ТЦ. Такое здание, идите купите, что хотите там. А еще какой-то ларек будет стоять, как бы вы красиво не делали. Памятник, допустим, вот как, если что, вот сейчас под памятник стоит. Если вы вокруг него там начнете там сооружать, он уже теряет вид. Все будет зависеть от того, как это будет оформлено. Если это будет красиво, если будет удобно для города, почему бы нет. Но я еще раз говорю, прежде чем возводить все эти, нужно всесторонне подходить и согласовывать хотя бы с теми, кто рядом. А что бы вы здесь хотели видеть? Ничего, стоянка здесь, она и должна стоянка быть. В первых, они закрывают фасад торгового центра. Я думаю, торговый центр не в восторге. В самом ТЦ по телефону администратора заявила, что в руководстве «Апельсина» якобы понятия не имеют, кто и что строится у них под боком. Это не первый раз, когда предприниматели, возможно, хотят как лучше себе или еще кому, и явно торопятся. Начинают стройки, земельные работы, озеленение, подключение сетей еще до того, как пройдут все этапы согласования. Так, в прошлом году бизнесмены на Норильской отстроили современные магазинчики, но не договорились с энергетиками. Долго пришлось сидеть без света. На Кицхавели в этом году хотели реализовать проект уличного рынка. Уже сделали эскизы, но не согласовали проект и работы с администрацией. Во всех этих случаях чаще всего страдают сами же предприниматели. Что касается стройки на Красной Армии, какой-то активности тут сейчас нет. Завезенные струематериалы потихоньку заметает редким ноябрьским снегом. Кажется, стройка замерла и надолго, потому что чиновники мэрии пока не могут запретить предпринимателю продолжать здесь что-то строить, пока так не решит суд. Ну и сам предприниматель, если начнет делать ремонт, отделку, может потерять в деньгах еще больше, если все-таки признают, что это все незаконно. Поэтому, как и на картине Дали, время течет, а забор стоит. Анастасия Цыганова, Павел Гейнсе, Новости Прима. Новый бич-поколение, электронные сигареты, их курят не только студенты, но даже и дети на улицах, в школах и дома. Запах-то быстро выветривается. О масштабе проблемы и о том, что говорят медики о последствиях электронок. Через несколько минут специальный репортаж Алексея Кривогорницына «Запарили», так он называется. Но сейчас короткая реклама. В США передали в итальянский суд материалы дела Артема Уса. Сына губернатора обвиняют в уклонении от санкций. Американцы собрали заключение из более чем 40 страниц. Итальянский адвокат Артема Уса заявил, что это фактически ордер о предъявлении обвинения. Будет ли это достаточно для экстрадиции сына губернатора в США, пока неизвестно. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы. Напомню, губернатор края, как и многие публичные политики, заявил, что дело против Артема Уса явно политическое. «Жигули» разорвало после аварии по дороге в аэропорт. Ночью ВАЗ ехал в сторону города и врезался в «Хёнде Крета». Обе машины не подлежат восстановлению. У иномарки разбита вся передняя часть, а отечественное авто развалилось на две части. Удивительно, но никто не погиб. 24-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован. Водитель Креты получил незначительные травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Меньше всего пострадал водитель ВАЗа, который сумел сбежать с места ДТП. В Железногорске полицейские поймали мужчину, который пробрался на территорию детского сада. Пьяным он бродил по игровым площадкам, подходил к детям и воспитателям и пытался увезти с собой пятилетнюю девочку. В полиции мужчина пояснил, что, скорее всего, перепутал садик, из которого хотел забрать свою внучку. «Был сильный наркогольный обвинение. На местности не ориентировался». В Шушенском районе вспышка бешенства. В селе Каптерево на улице Мира местные жители нашли дикую лесу. Анализы показали, что у нее бешенство. Сейчас Россельхознадзор проводит вакцинацию животных. В Шушенском районе в ближайшее время может быть введен карантин. В субботу на железнодорожный вокзал Красноярска прибудет поезд Деда Мороза. Состав из 19 вагонов остановится в 9 утра на первом пути. В нем есть салон «Приемная Деда Мороза», вагон «Сказочная деревня» для игры-квестов и вагон «Лавка» с фотокупе. Гостей ждет развлекательная праздничная программа. Вход в резиденцию по билетам. На Ладоке Цхавели появился цветной лес. В сквере около 30-го дома смонтировали 33 разноцветные светодиодные лампы, которые подсвечивают деревья. Иллюминация будет работать в темное время суток. Это дежурная группа «Помогите нас» сдувает вместе со строительным мусором, и не только строительным, кстати, который находится по улице Судостроительная 27А. Если честно, уже непонятно, снег на нас сыпят или куски пенопласта. Всему виной долгострой несколько домов так называемого жилого комплекса Енисей. Люди говорят, что уже несколько лет его все никак не могут закончить, а теперь начинают демонтаж строительных конструкций, и вот от них вся улица просто усыпана пенопластом. Он кружит в воздухе. Это птица? Это самолет? Нет, это строительный мусор, блин! Вот этими кусочками даже чуть не прибило нас, в том числе и пешеходов. Вот, благо, спасла оградка, но нормально, больше моей головы раза в два. Сильнее всего страдает вот этот водоем, говорят местные жители. Весь мусор летит туда, попадает в воду, застревает в деревьях, в кустах. Мы живем вот напротив, как раз вот окна сюда выходят. Это построили сначала дома вот эти. Уже люди ждали, когда их, значит, сдадут уже в эксплуатацию. Но получилось так, что их снова по новой обдирают. И у нас вот пенопласт летит, вот такой мусор, ссор здесь. Уже неделю. Администрация района в курсе сложившейся ситуации. Застройщику выдано уведомление о необходимости очистить территорию от строительного мусора в срок до 18 ноября. Включительно. В курсе, если сроки уборки будут нарушены, то к застройщику будут применены меры административного действия. Вот конкретно с этих балконов летит пенопласт. Насколько нам известно, тут два застройщика. И понятно, что из-за такого сильного ветра, наверное, невозможно уследить за каждым строительным мусором, который может улететь со строительной площадки. Но, по крайней мере, можно чем-нибудь закрыть. Тем более, если тут всегда такой ветер. Ну, в общем, что-то можно было, я думаю, придумать. А мы полетели дальше. С сегодняшнего дня парковка под Вантовым мостом запрещена. Об этом нам говорят дорожные знаки, которые сейчас монтируют рабочие. Кстати, всего их будет 40 штук, 20 крестов, которые говорят о том, что остановка в этом месте запрещена. И 20 знаков, которые говорят нам о том, что работает эвакуатор. Парковаться теперь нельзя будет на съезде с улицы Карла Маркса до Конституции СССР, а также на кольцевой развязке в сторону Белинского. И, кстати, на этом месте тоже нельзя парковаться. Видимо, люди не знали, и теперь они нарушители. А за это, между прочим, предусмотрен штраф до 5000. И плюс ко всему, еще вам нужно будет забирать машину со штрафстоянки, которая тоже не бесплатная. Вот что бывает, когда не смотришь новости. Проблема с парковками и дорожными знаками. И на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского. Вот здесь, направо, теперь нельзя поворачивать. Вроде бы и знаки висят, и поворот направо запрещен с улицы Ленина. И кирпич со стороны Дзержинского тоже висит. Но люди либо не замечают каким-то непонятным причинам, то ли просто не привыкли, что поворачивать туда нельзя. Но люди все равно заезжают, паркуются. Вот даже сейчас явно вот эти машины не со стороны Кванта выезжали, однозначно. Сюда нельзя поворачивать? Да, поворот направо. Давно здесь ездите? Не видели знак, поставили недавно? Первый раз. Первый раз? Ну, давно не ездила, да. Вот, а теперь запрещена парковка. А теперь что? Неудобно теперь будет ездить? Ну, конечно, неудобно. А как теперь? Мы все время ездили сюда. Придется теперь как-то разворачиваться. Да, я сейчас развернусь. Ага. В Красноярском крае каждый третий подросток в возрасте от 15 и старше пробовал вейп. Это по официальным данным. По рассказам родителей и учеников школ, на самом деле активно употреблять так называемые одноразки. Дешевые электронные сигареты дети начинают уже с 12 лет. Масштаб явления таков, что социологи говорят о новой волне катастрофического увлечения электронным курением среди молодежи. Все, сдача? Да, вот сдача. Это сейчас чек, да. Чек. Вот чек. По условиям нашего эксперимента, подросток, не обозначая свой возраст, пытается купить электронную сигарету. Товар, запрещенный к продаже несовершеннолетним. В одних магазинах у него потребовали документы, в других – нет. Паспорт спрашивали? Паспорт нет, не спрашивали. А что спрашивали вообще? Предпочтение спрашивали. Какое желают? Ценовую категорию, количество затяжек. Профессиональные вопросы. И, похоже, для торговцев риск оправдан. Бизнес быстро растущий, прибыльный. А подростки – это главный потребитель электронных сигарет. На переменах возле колледжей и техникумов ученики массово выходят подышать паром электронных сигарет. Много народа вас курит здесь? Думаю, да. Процентов 40, наверное. Вот 16-летний подросток, уже из другого учебного заведения, рассказывает нашей съемочной. У него стаж курения 6 лет. Я где-то с 10 лет. Именно? А, электронки где-то с 12. Сам зачем курить? Чтобы просто успокоиться. Потому что у меня есть такая проблема, что если я не курю, то у меня начинает повышаться агрессия. И я становлюсь более вспыльчивым. То есть я бы вообще это сейчас выкинул, если бы у меня не было проблемы. Я знаю, что мне это надо просто, но я не могу. В магазинах одноразовые электронные сигареты можно купить всего за 300 рублей. Хватит на несколько сот затяжек, объясняют подростки. Эта жидкость выгоднее выходит, чем табачное изделие. Табачное изделие в месяц будет выходить около 5000, а это же около 800 рублей. Учитывая ты покупаешь какой-то препарат в течение 3 тысяч, в итоге ты сэкономиваешь за год в пределах 20-30 тысяч. Ну вот купил за 2000, жидкость стоит 300 рублей. Жидкости хватает на неделю. Почти месяц, на неделю три точно. И то есть в месяц, ну если два, две жидкости купить, рублей 600, все. Сигареты это вредно. А вот жидкости, то есть я знаю состав жидкости, но не знаю состав сигарет. Уже столько лет, 10 лет электронки или больше. И ученые еще до сих пор вред не выявили. И кажется, никому до курящих детей нет дела. Впрочем, увидев, что на территории работает съемочная группа, к нам выходит один из работников техникума. Видите, какой вообще за процент курящих в вашем заведении, в частности? Нет, мы не подсчитывали. Еще много, наверное, да? Нет, немного. Как видите, это в основном залочники у нас курят, взрослые, уже совершеннолетние. Вообще курение – это проблема среди молодежи, но мы с этим боремся. Мы приглашаем специалистов, проводим лекции, беседы. В школах, по отзывам родителей, ситуация не лучше. Просто теперь, когда учеников на переменах перестали выпускать из здания на улицу, это не так заметно, как у стен колледжей. Из четвертого класса нынче уже начали. Еще не стесняются, причем, это выкладывать в интернет. За школой, по пути в школу, так бываешь, идешь, наблюдаешь, уже вот такие вот. Только, казалось, пешком под стол ходил, а уже и свои помех ходят. И продают же им. В середине 2010-х, после ужесточения антитабачного закона, в России заметно начал снижаться уровень курения, отмечают социологи. Но потом активно начала развиваться торговля электронными сигаретами. Во всем мире они произвели некий фурор, да? И люди подумали, что это прекрасное средство отучения или замена табакокурению. Но последующий опыт применения электронных сигарет показал обратное. Появились новые болезни, те, которых раньше мы не знали. В реанимации краевой больницы о том, как электронные сигареты на самом деле действуют на организм, могут рассказывать долго и дотошно. В Красноярском крае есть один смертельный случай. Подростка, который умер, к сожалению, от употребления электронных сигарет, от токсического повреждения легких, токсический альвеолит. Продукты горения, частицы, свободные радикалы вызывают повреждение сосудистой стенки. Это высокий риск развития инфарктов, инсультов. Это то зло, последствия которого мы ощутим еще в совсем недалеком будущем. Большой выбор, яркий и на любой вкус ассортимент. Дружеская атмосфера, музыка, сидячие места. Стандартная торговая точка по продаже электронных сигарет – это больше, чем магазин. Все для покупателя, чтобы хотелось быть тут почаще и товар приобретать. Что-нибудь только след, послаще хочется. Без холодка. Без холодка. А, допустим, какая-нибудь кола, акурян. Крупные сети супермаркетов тоже подтянулись за прибылью. Если раньше электронные устройства скромно продавались на кассах, то теперь там, за прилавками с апельсинами, яблоками и грушами, целые отделы ждут любителей фруктовых вкусов в дыму. Торговцы электронных средств курения своим маркетингом вроде незаметно, но безошибочно занесли вейпы как необходимую часть жизни в молодежной среде. И шокирующая видеоразборок за вейпы теперь не редкость в сети. Две недели, я тебе здесь. В Краевом центре здоровья, специалисты которого исследуют ситуацию с курением среди молодежи, говорят, дальше будет хуже. Около 50% подростков начинают с 13-14 лет. Считаю, что это связано с доступностью вот этих электронных систем доставки никотина. Детям и подросткам нравится вкус, запах, не пахнут руки, родители не учуют. В некоторых странах проблему с вейпами решили просто. Полностью запретили. В России, с одной стороны, ужесточают законодательство, особенно связанное с продажей и употреблением электронных сигарет среди подростков. С другой, планируют вводить новые акцизы. А значит, получать дополнительные деньги. Алексей Кривогорницин, Никита Сегай. Новости Прима. Главная тема в красноярских телеграм-каналах прямо сейчас, вечером, это прямая линия губернатора Александра Уса. Она закончилась буквально несколько часов или даже минут назад. И вот какие результаты, несколько важных моментов для красноярцев, которых стало известно. Во-первых, никаких перекрытий дорог в Красноярске из-за строительства метро не планируется до конца этого года. Об этом заявил губернатор. Прочитаю короткую цитату. Может быть, задействуем какие-нибудь нестандартные маршруты вплоть до набережной. Это в случае, если перекрытие... Вернее, это тогда, когда начнется строительство метро, и перекрытие понадобится. Но это дело будущего, хоть и недалекого. Надеюсь, что горожане подождут и потерпят. Неудобство оно на время, а метро навсегда, говорит губернатор. Самое главное, до Нового года ничего не будет. Также, вот НГС цитирует губернатора. Александр Русс заявил, что он готов идти на второй строк, если захочет президент и красноярцы. Остафи в центре в Овсянке начнут строить после Нового года. На Николаевской особке установят самый высокий в России флагшток. Ну а новогодние мероприятия на фоне сложной экономической обстановки в крае не отменяются. Вот такие новости с прямой линии с губернатором. Ну а сейчас новости от красноярцев. Наши корреспонденты вновь вышли на улицы города, чтобы спросить, как у вас дела. Если видите наш красный микрофон, примы, делитесь своими новостями. У меня родилась пятая внучка. Супер! Как назвали? Три месяца Ангелина. Ангелина? Здорово. Это мой внук. У вас их пятеро, как поняла. Да, два внука и три внучки. На работу хожу теперь. Теперь? Да. Только устроились? Кем работаете? Я работаю, заворачиваю картонные крышечки на замочек. Это где такая работа? Я не могу сказать. А, это секретное предприятие. Это режимный объект. Да, режимный объект. А, то есть какая-то серьезная, не просто крышечки. Понимаете, что я шутки шучу с вами. Вернулась из Питера недавно. В отпуске были. Жила. Ну, я везде живу. Ну, это моя тема. Я люблю дождь, люблю серость. Все хорошо. В отпуск съездили на Кавказ замечательно. Что самое запоминающееся вам там запомнилось? Горы или брус? Горы или брус? Прям лазили? Да. За покупкой наушников как раз этот новый телефон приобрела. На тренажерный зал хожу. Супер. И работаете, да? Конечно, на заводе. На заводе? Да. Кем? Инженер-конструктор. Все хорошо. Я иду практику на скорую помощь. Да? Вы медсестра будущего? Фельдшер. Фельдшер. Фельдшер скорой помощи. Здорово. Как проходит практика? Не знаю, пока первый день. Очень интересно, да. Все как обычно. Но иногда все-таки бывает, ты просыпаешься и радуешься жизни. Настоящий кемпинг с костровищем. Оранжерея и небесная дорожка во дворе. Анастасия Петрусева узнала, каким может быть двор мечты для детей и их родителей. И как успеть воспользоваться специальной программой низких ипотечных ставок. Здравствуйте, я Анастасия Петрусева. В своей практике я иногда встречаю семьи, где дети настолько загружены кружками и секциями, что у них нет времени даже просто поиграть во дворе. А ведь игра – это самый лучший способ развития. Сейчас я расскажу вам об уникальном дворе, который скоро появится в Красноярске. А эксперт Петр мне поможет его оценить. В жилом квартале «Барбарис» будет создан целый двухуровневый парк развлечений для всех членов семьи. Только на первый взгляд здесь можно найти не менее 10 способов поиграть всем вместе. Например, малыши могут смело делать первые шаги по травке лялькиной полянки, а после здесь же мирно поспать в люльке. Дошкольники могут пойти вместе с родителями в поход и развести настоящий костер в настоящем палаточном лагере под открытым небом. Или вместе с бабушками и дедушками позаботиться о собственноручно посаженных в оранжерее цветах. А подростки могут устроить просмотр кино или вечеринку с друзьями в амфитеатре. Спорт необходим всем. Поэтому в семейном квартале «Барбарис» предусмотрены зоны для занятия как летними, так и зимними видами спорта. Здесь есть площадка для командных игр, собственный скалодром и мегабоулинг, уличные тренажеры, кольцевая велосипедная дорожка, которая зимой превращается в каток. И детская лыжня. А по небесной дорожке можно обойти весь двор, наблюдая за происходящим. Но уж если с погодой не повезло, то можно перейти в огромную игровую в одном из домов. Места хватит всем. Напоминаем, что специальная программа низких ипотечных ставок заканчивается 1 декабря. Но вы еще можете успеть. Оформить ипотеку можно прямо в офисе застройщика. Здесь вы получите честную субсидированную ставку без повышения стоимости квартиры. Сейчас двор Барбариса будет предложен для оценки эксперту.